Добрый день! С вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багеры. Итак, сегодня у нас третья встреча с можжевельником, с нашим будущим бонсай из можжевельника. Значит, первая была кардинальная-кардинальная стрижка, вторая была посадка вот в эту плошку. Она была в конце марта, сейчас у нас начало ноября, то есть прошло 7 месяцев с хвостиком. Можно посмотреть, как он выглядел, как сейчас. Я, честно говоря, забыла, насколько маленький он был и очень удивилась, посмотрев на видео, именно какой он был, чтобы видеть динамику. Когда каждый день видишь, это незаметно. Он очень сильно оброс. Вот, посмотрите, как он выглядит. Я надеюсь, мои зеленые-розовые веревочки, чтобы я не забыла, не очень мешают. Я их попыталась как бы так слегка спрятать, но в то же время, чтобы не забыть. Итак, оброс он очень-очень хорошо. Я все еще думаю все-таки насчет его лица. Ориентировочно, ну, понятно, что всего два варианта. Изначально планировалось вот то, что сейчас на вас смотрит. То есть вот так вот, что это лицо. Но пока он рос, за все это лето, я немножечко вот тут разгребла уже. Ну, потому что корни уже стали там уходить внутрь, хорошо расти. Я разгребла, и мне очень нравится, как уже сейчас, вот я покажу, а потом раскрою еще раз, вот в этом месте, как выглядит ствол. Вот, понятно, что еще он будет вот сейчас ноябрь, а будущей весной я его буду опять пересаживать. И тогда мы его слегка вот так еще приподнимем из горшка, то есть будет еще больше. Посмотрим, как там дальше идут корни, и вот тогда уже будет окончательно решаться, какая сторона у него лицевая. Но ориентировочно, вот как бы, если смотреть по небаре, по тому, что у нас внизу, то вот мне очень нравится этот мис. Сейчас еще раз раскрою его, посмотрите, и с другой стороны то же самое. Вот, и то, что изначально планировалось. При поднятии в будущий раз будет это более видно. Значит, что у нас произошло? Очень хорошо он оброс, очень-очень хорошо там корни ушли внутрь. Ну, начинаем, как всегда, сначала осмотр и все остальное. Значит, в корнях что-то вот, они немножечко выглядывали, и какие-то вот верхние тут подсохли. Теперь точно видно, что их можно поудалять. Какие-то были удалены в процессе лета. Ну, просто сухие. Я сейчас их уберу, и вы увидите, что как бы ничего вы не пропустили. А просто было убрано, так сказать, мусор. Потому что какие-то корни все равно в процессе вылезли из земли и мешали. Вот какие-то еще вылезли, но они хорошо уходят внутрь, и это не надо пока их удалять, потому что внутри вполне возможно, что у них мочковатая система, и это будет болезненно для дерева. А вот уже, когда весной будем его, ну, вот, немножечко убрали просто мусор. Весной, когда будем приподнимать, вот эти вот, будет понятно, или они будут обрезаны, или они будут убраны внутрь. Если там хорошие, и они нужны, то есть с этими будет видно весной. Так что на данный момент вот так. Убираем просто только то, что точно не идет никуда внутрь. Ну, и теперь к его стрижке. Значит, что мы будем точно срезать? Точно будем срезать вот эти вот, низ весь этот. И очень важно, здесь есть очень... Вот это будет с этой стороны хорошо видно. То есть вот он идет... Это мы потом сделаем. Вот он идет вот тут такой, так скажем, шапочкой. Она сейчас вот так развалилась. Но суть в том, что оно будет вот... Я так слегка присоберу. Слегка вот так. И вот эта вот ветвь нам закрывает вот эту нижнюю, и получается не видно яруса. То есть я ее сейчас удалю сразу, и вы поймете, что я имела в виду. Вот. Вот таким образом мы сразу, когда вот эту часть оформим, когда она еще подрастет, когда она станет не такая рыхлая, сейчас она вот так разваливающаяся, рыхлая, она больше еще разветвится, будет хорошая. Здесь будет много также вертикально идти, маленьких, тоненьких. И у нас будет один ярус, а тут уже дальше. То есть вот это очень важно, и хотела показать сразу, чтобы был виден очень его внешний вид. Ну а теперь начнем сначала, снизу, как обычно. Значит, вот эти вот длиннющие, которые у нас выросли, мы их все укорачиваем. Иногда мы их укорачиваем не настолько, насколько нужно. Потому что сейчас вот он уже в состоянии покоя. По его цвету видно, он уже не такой, ну скажем как, он довольно яркий, голубого цвета такого. Сейчас он не такой яркий. Сейчас видно, что он уже собрался спать. Но тем не менее, удалять больше 30% нежелательно. Поэтому удаляем те, что точно не нужны, и немножечко потом прищипнем. Возможно, будет немножечко еще срезаться со временем. Вот, если это будет лицо, или если это не будет лицо, все равно такая длинная, торчащая спереди ни к чему, так же удаляется. То есть пока просто удаляем, обрезаем самые-самые, самые длинные. То же самое с этой. Я не все их пометила, только самые основные, чтобы не забыть. Остальные уже не так было важно, не так можно было забыть. Значит, вот с этой ветвью я так и не решила. То есть когда будет точно понятно, где у него лицо, тогда будет понятно, нужна нам в принципе эта ветвь или нет. Потому что пока что, если ее удалить, то получается довольно большой, при том, что растение это будет всегда маленькое, довольно большой пустой ствол. Это не очень хорошо. Так как мы его еще приподнимем, и немножечко еще оголится корни, и будет еще какая-то часть, скажем так, ствола, небари, он будет еще выше, еще больше голова. Поэтому, возможно, она нам будет нужна. Но она в любом случае не будет нужна в таком размере и в таком вот загибающемся. То есть если она и будет, то будет гораздо компактнее. Поэтому мы, посмотрите, я сейчас обрежу, и будет видно дальше. То есть мы убираем вот это длинное-предлинное. Вот таким образом. Теперь вот эти, то есть самую основную загибающуюся убрали, вот эти немножечко сокращаем, вот примерно, ну от каждой веточки, скажем так, наверное на треть. Сейчас очень удачное время для этого, так как он уже в состоянии покоя, расти сейчас не будет. Но зимой они очень хорошо наращивают корневую. Все растения зимой как бы спят, но корневая у них растет, даже если зимуют на улице. Поэтому он сейчас нарастит корневую и весной очень хорошо пойдет в рост. И будет гораздо более загущенный там, где нам надо. Там, где ветви у нас оставались с точки зрения разгонки ствола, еще как-то, они будут, будет из чего нам выбрать и будет удалены потом. Так что сейчас очень-очень хорошо. Так, ну а теперь чуть-чуть подробнее. Значит, с этой ветвью основной убрали, всю ее надо будет немножечко подсократить. Можно вот так, как я рассказывала, повыщипывать многие. Мне сейчас не так хорошо видно и вам похоже тоже. Так что я сейчас быстренько это сделаю и покажу результат. Это не будет совсем конечным результатом, я еще немножечко потом пройдусь сама. Потому что это довольно-таки длительный процесс. Ну а снова покажу, что мы должны добиться. Так, вот я его обработала. Значит, все вот эти вот длинненькие, вот я их все-все-все-все посокращала. То есть, что мы добиваемся? Мы добиваемся, чтобы они слегка вот так разошлись в стороны и потом коротенький такой вот, как ежик маленький был, на протяжении всей веточки. Поэтому нам надо, чтобы каждая из веточек, не очень хорошо видно, но вот их видно, что она идет одна, иногда там разветвленная на две. А надо, чтобы она разветвилась еще больше и был такой вот, ну как газончик ровный, вот таким образом. И то же самое добиваемся вот по всей этой стороне, поэтому тут вот сразу видно, что у нас выбивается. Вот они, они ложатся, а нам надо, чтобы они стояли ровненько. Это мы все вот так что-то обрезаем, что-то можно, не получится, что-то можно будет сразу так же поприщипывать. Вот они длинные и поэтому они ложатся. Наша цель их оставить вертикальными. Оброс, он очень хорошо, так что посадка была правильно, правильно подобран. И грунт, и все сделано хорошо. Корневая, значит, в хорошем состоянии, потому что прирост был, при том, что можжевельники, ну, как любые хвойные, сначала наращивают до какого-то размера и уровня корневую, а потом уже начинают идти в рост. Вот когда у них корневая хорошая, здоровая и ее много для этого конкретно растения, тогда она, прирост будет больше и лучше. Поначалу, особенно после такой кардинальной стрижки, которая была, обрезки даже, которая была осенью. Это надо было добиться, чтобы он пошел хорошо в рост. Ну вот, как бы суть. Неаккуратно получилось сейчас. Вот, то есть делаем, делаем все вот это ровненько. Все выбивающееся, все, что у нас не соответствует нашему замыслу. Можно, если уже большое растение, можно взять стричь. Но пока маленькое, так будет аккуратнее, так будет меньше стресса. Они аккуратненько у нас все так вынимаются. Очень хорошо. Сейчас наша цель его ветвить, ветвить и дальше, чтобы он хорошо разветвлялся. Так, остались вот еще так же длинные. Она как угодно, лицо или не лицо, она вот так смотрит. Нам надо вот сюда больше. Поэтому мы эту часть аж вот так сокращаем. Вот эту тоже довольно сильно. Вот это то, что вот аж загибается. Вот они ровненько идут вверх, вот загибается. Ее как ни прищипывая, она все равно уже загибается. Поэтому такие обрезаем. Вот это очень сильно тоже падает. Настолько она не нужна. Так вот. То же самое. Длинная, сильная. Мы ее сократим. И она даст прирост, который будет идти сюда наверх. Вот тоже. Вот она падает, вот видите? Вот так она лежит. Лежит на этой. Соответственно, это не будет давать ничего. Прирост ей плохо видно. Поэтому это мы сократим аж вот так. Вот если очень сильно вот она загибается в сторону, нам тоже туда не нужно. В общем, сейчас самый такой интересный процесс, начинается еще он, не весь, именно по формированию его вида. Как он будет, в каком он стиле. Но к стилю довольно сложно. Когда спрашивают, вот в каком стиле вы хотите это дерево. Все равно мы смотрим по дереву. Как бы мы не хотели какой-то стиль. Надо присматриваться, куда оно само ведет. В общем, причесать его нужно. Вот опять же такая же ситуация. Вот эта ветвь хорошая, это очень ее закрывает. Поэтому, так сокращаем. Вот эти остались. Ну, основное. И этот краешек тоже. Он очень длинный. Все тоже. Понятно, что это еще, опять же, не совсем тот вид, который уже хотелось бы видеть. Это еще будет корректироваться. К тому же, я не хочу его так вот раз-раз-раз и постричь. Хочется более щадяще все сделать. Тут скопление таких. Вот как раз то, о чем я говорила. Вот их много-много выросло. Видите, все они такие одиночные. Некоторые совсем только ветвятся. А так они длинные, одиночные. Вот мы их прищипываем. И они начнут ветвиться. Поэтому. Это очень хороший прирост за это лето. Как раз вот тут ничего такого не было. Вот тут тоже. Вот они. Вот. Одиночные такие. Длинненькие, ровненькие. Поэтому не ленимся. Такое все прищипываем. Ну, приблизительно на треть. А там как пойдет. Если мы не делаем очень большую обрезку. Не обрезаем очень много больших ветвей. Прямо таких. Совсем. То. Оторвете. Прищипнете половинку. Ну и ладно. Ничего страшного. То есть, ну, надеюсь, все невозможно показать. Но, надеюсь, понятно. То есть, вот все, что вот так загибается. Все, что очень длинное падает на какой-то, на предыдущий слой. Мы это слегка или сокращаем, или иногда срезаем совсем. Чтобы они у нас тут был уровень. Таким образом. Вот эту вот веточку, что смотрит ориентировочно в лицо пока что. Мы ее тоже еще немножко сократим. Сейчас покажу. Это уж очень она длинная. А так будет небольшой лапкой здесь располагаться. И будет хорошо. Во-первых. Во-вторых, не забываем, что пока вот она растет на стволе, ствол тоже утолщается. Если сравнить со стволом 7 месяцев назад, вот, значит, примерно так, то ствол стал шире, стал интереснее. Он уже так крепенько, хорошо стоит. Я что-то позволила даже немножечко здесь разгрести. Я разгребла, ну, метелочкой разгребла, посмотрела. И загребла обратно, потому что он сейчас пока что на улице еще находится. На улице уже бывает и 3-4 градуса всего лишь тепла. Но пока он еще там. Потом, впоследствии, будет спрятан на терраску, где температуры тоже не очень высокие. Что еще смотрим? Если нам вот точно какая-то вот веточка, не знаю, видно вам, вот, она точно идет вниз, а вниз нам там ничего не надо, мы ее спокойненько убираем. Вот, то есть нижний слой мы делаем. Вот видно хорошо. Нижний слой делаем вот такой, ровненький, пустой. И будет, вот, опять кто-то совсем-совсем. Ну, думаю, что приблизительно пока достаточно. А вот еще осталась одна ветвь совершенно. И внимание у нее уделили. Вот она. Маленькая, тоненькая, слабенькая. Мы ее поприщипываем вот так. И она будет лучше ветвиться. И будет лучше расходиться. И на этой ветве покажу, что будем потом впоследствии добиваться. То есть это можно добиваться вот так вот стрижкой, а можно и с помощью проволоки. То есть вот у нас идет основная ветвь. Вот от нее еще, еще вот так они в сторону. То есть наша цель сделать веер здесь. То есть вниз мы выстригаем, а здесь, если они идут не в одной плоскости, то вот тогда мы какую-то веточку можем проволокой обмотать и слегка ее приподнять, чтобы она была в той же плоскости, что и вот остальные. Или наоборот, чуть опустить. То есть таким образом. Но это можно, в принципе, формировать и обрезкой. Потому что можжевельники не так легко работать с проволокой вот на таких уже, на таких веточках, где много-много зелененьких. Потому что они пригибаются, потому что они под проволоку попадают. Это довольно-таки неудобно. Поэтому что можем, мы делаем обрезкой. То, о чем я говорила, что когда загибается не туда, мы ее выравниваем как нам надо, обрезаем. Да то есть пары, где она не загибается. И таким образом можно обойтись без проволоки. Или если с проволокой есть проблемы, то что тоже актуально. Эта вещь довольно дорогая. Поэтому тоже это актуально. Обойтись без нее на том дереве, на каком возможно. Вот. Посмотрите, как она выглядит. Он, вернее. Обрезка сегодня совсем-совсем минимальная. Я еще посмотрю на него в спокойной обстановке, не на видео. Может быть, еще что-то где-то прищипну. Но, в принципе, вот таким образом. То есть сейчас он выглядит больше, чем 7 месяцев назад. Но также значительно уменьшился. Ну и так скажем, причесался с тем, что было вот полчаса назад, скажем так. Встретимся с ним весной, когда будем пересаживать уже. То есть это будет уже не посадка в плошку, а пересадка в эту же плошку, я думаю. Но пересадка, так как молодые растения, раз в год необходимо пересаживать. Несмотря на подкормки и все остальное, это важная процедура, которую нужно делать. Вот. Подписывайтесь на канал. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok